Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 11 июня. Вот я пошла работать в придомовую теплицу, подвязывать, посынковать, еще раз выстригать все. И тут я как раз прохожу мимо монгольских карликов. Я сейчас остановлюсь и расскажу о них подробнее, потому что приходит очень-очень-очень много сообщений о том, что люди купили семена монгольского карлика в ожидании именно такого вот стелющегося, разрастающегося в разные стороны томата, а у них получается не такое. Он идет в высоту, в ширину не растет. И многие, кто первый раз выращивают, просят показать, каким должен быть монгольский карлик. Они просто сомневаются, что у них пересортится. Фирмы, в которых они покупали, я не буду называть, потому что одни купили в одной фирме, другие в другой. Но вот одна зрительница написала, что все, кто купил монгольский карлик, все подозревают, что у них пересортится. Я сейчас покажу свой монгольский карлик, но сразу скажу, что я посадила его сюда очень поздно, потому что вы знаете, что долго ждали вот эту уральскую теплицу, пока ее установят. Потом делали вот эти ступени, и я их посадила, по-моему, на прошлых выходных или на позапрошлых, не помню. Но дней 10-12 назад, не больше. Поэтому у них еще не видно, что они вот такие грунтовые, расползающиеся. Но у меня есть видео прошлых лет, где прекрасно видно, что они вот прям стелющиеся. Это именно тот самый сорт, который не вырастает больше 20 сантиметров. И вот смотрите, вот он вырос. Ну, тут так и есть, 15-20 сантиметров. И вот эти верхушки-то у него, видите, они начинают вот так вот загибаться в стороны. Не говоря уже о том, что вот здесь вот эти все пасынки, вот они, видите, они, он как шарообразный, он вот такой в круговую идет, и я их высадила специально сюда на бордюр, потому что они вот так вот сейчас пойдут все сюда, и вот так каскад вот этих пасынков будет здесь свисать. Ну, в этом году они у меня здесь выполняют более, больше декоративную роль, ну, вот чтобы немножко как украсить фасад вот этой новой теплицы. Но вообще уже сейчас видно, что они, некоторые говорят, у нас и по 40, и по 50 сантиметров в высоту выросли, что они не растут вверх. Видите, как и тот склонился, стволик, и этот склонился. И в довершение еще эти вот пасынки, они сейчас отрастут 15 сантиметров, они тоже будут клониться, и они у меня так распределятся. Верхние я туда положу на солнышко, нижние будут спадать сюда. Вот это монгольский карлик. Вообще, если вспомнить описание, я делала подробное описание уже когда со спелыми плодами, это томат, который не нуждается в пасынковании, но который займет у вас место побольше, чем обычные томаты. Если высаживать свободно, не как я вот на бордюр, а если есть место, то он полтора метра вот так квадратных занимает, потому что он расползает со своими пасынками на полметра в длину. Но что хорошо, его можно высаживать по принципу посадил и забыл. Его не надо подвязывать, его не надо посынковать. В прошлом году я выращивала, черную ткань натянула, посадила, все, они расползлись. Тут есть угроза поедания слизнями. У меня в прошлом году первый томат, на который напали слизни, был монгольский карлик. Почему? Ну, потому что он самый доступный. Он же в самом низу, не нужно куда-то заползать, на стволы, карабкаться. Вот он, подходи и ешь. Но тут уже борьба со слизнями, это совсем другой вопрос, совсем другая тема. Вот я показала монгольский карлик. Конечно, в высоту он никогда высоким не бывает. Ну, 20-30, но от силы, не знаю, у меня 40 сантиметров ни разу не было. 40 сантиметров даже, наверное, не может быть. Вот он вырос 25 сантиметров и пошел, уже он сам загибается. Так что если очень высокий и прямо стоячий, то, скорее всего, к сожалению, это не монгольский карлик. Потом, попозже, когда будут плоды, я вам покажу. Ну, на моем канале очень много есть о монгольских карликах, и как формировать, и как высаживать, какой он есть. Смотрите. Субтитры подогнал «Симон»